Милая моя Катя, деньги получил вполне, своевременно, за что тебя сердечно благодарю. Актриса советского кинематографа Клара Румянова родилась в 1929 году в городе Ленинграде. В детстве идеалом для маленькой Клары была Любовь Орлова, поэтому, когда встал в вопрос о выборе места учебы, она ни минуты не колебалась. Пережив войну и блокаду, в конце 40-х годов девушка отправляется в Москву для поступления в кинематографический институт. Конкурс был большим. Абитуриенты приехали из разных уголков страны, но красивая и целеустремленная Клара дошла до конца, выдержав испытания. Правда, почти сразу у нее украли все сбережения, и девушка была вынуждена голодать. От этого она на третьем курсе прямо во время выступления потеряла сознание, после чего мастер, к которому она поступала, напоил ее горячим чаем со сладостями. Студенческий курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой подобрался очень сильным. Вместе с Румяновой на потоке учились Николай Рыбников, Алла Ларионова и Вадим Захарченко. В первую красавицу курса сразу же влюбился Николай Рыбников. Он начал ухаживать за девушкой, на что Клара постоянно отвечала отказом. Однажды молодая актриса даже отвергла дорогой подарок Николая – золотые часы, на которые он копил деньги два месяца. Этот эмоциональный эпизод был использован в фильме «Девчата», когда герой Рыбникова растаптывает отвергнутые тоси часы. В юности голос у актрисы был очень низким, густым и сильным. Но на втором курсе, после поездки в полхоз, девушка очень сильно простыла и заболела воспалением легких. После восстановления оказалось, что голос у Клары полностью пропал. Это означало крах всех надежд. Сергей Герасимов отвел юную студентку к специалисту по лечению связок. Но и он не смог ничем помочь артистке. Оставалось только ждать и надеяться на чудо. И произошло невероятное. После нескольких месяцев полного молчания, голос к Румяновой почти вернулся, но приобрел другую тембровую окраску. После этого случая актриса обнаружила, что может разговаривать очень высоким голосом. Уже в первых фильмах, в которых снялась Клара Румянова, проявились ее удивительные голосовые способности. В сцене, где героиня Румяновой становится матерью, владенец должен был громко заплакать, но к моменту дубля он уснул крепким сном. Чтобы спасти ситуацию, актриса сама сымитировала детский крик, который вошел впоследствии в фильм. Несмотря на неожиданно проявившийся талант, актриса еще долгое время не решалась на озвучивание сказочных персонажей. Она считала себя исключительно драматической актрисой. В начале карьеры предложения от режиссеров действительно поступали к Ларе Румяновой со всех сторон. Но она была очень избирательна и однажды совершила ошибку, которая стоила ей кинокарьеры. В 1954 году руководитель Мосфильма Иван Пырьев предложил молодой артистке ведущую роль в своей новой киноленте «Испытание верности». Но едва прочитав сценарий, Клара категорически отказалась от предложения, резко высказавшись на этот счет в кабинете у руководителя. После чего Иван Пырьев запретил дерзкой актрисе появляться на студии. Поэтому у многообещающей Клары Румяновой так и не получилось стать настоящей звездой экрана. Из самых знаменитых ее киноработ наиболее известны роли в фильмах «Они были первыми», «Время вперед» и «12 стульев». Главных ролей в ее актерской судьбе так и не случилось. Через некоторое время актриса согласилась попробовать себя на «Союз мультфильме», где дебютировала в 1962 году в озвучивании мультфильма «Чудесный сад». Годы Брежневской эпохи ознаменовались для актрисы подъемом в творческой жизни. Она, наконец, нашла себя в сфере озвучивания. Благодаря ее голосу появились на свет образы героев мультфильмов «Чебурашка» «Ну погоди», «Малыши Карлсон», «Рикки Тики Тави». За 30 лет работы на студии создания мультипликационных фильмов при участии артистки было снято более 300 мультфильмов. На фото этих лет часто можно было увидеть Клару Румянову в компании других звезд и актеров озвучивания – Анатолия Попанова, Георгия Витцина, Василия Ливанова и Фаины Раневской. Кроме того, Румянова стала единственной и неповторимой исполнительницей детских песен, которые знает вся страна. Что такое Новый год? Улыбка? Облака? В начале 80-х годов вышла в свет ее пластинка песен «В мире много сказок», которая разошлась многомиллионным тиражом. Актриса также много занималась озвучиванием детских отечественных фильмов, а также дубляжом иностранных сериалов. Личная жизнь В первый раз Клара Румянова вышла замуж, едва закончив школу. Но брак с таким же юным музыкантом продлился лишь более двух месяцев, до того момента, как ей пришлось уехать поступать в ВУЗ. Молодой супруг поставил ультиматум – либо семья, либо кинематограф, после чего Клара порвала все отношения с мужем. В этот момент она была беременна и в порыве отчаяния тайно сделала аборт, после чего у нее всю жизнь так и не было детей. Второй раз актриса попыталась создать семью с известным актером Анатолием Чемодуровым. Он был лучшим другом Сергея Бондарчука, и тот даже сделал молодой супруге Анатолия оригинальный подарок на свадьбу – предложил сняться ей в картине «Война и мир». Но из-за сквочных манер молодой артистки режиссер вынужден был снять Румянову с роли. В середине 60-х годов Чемодурова прекратили снимать в кино, отчего он резко ушел в запой. Румянова долго боролась с недугом супруга, но все-таки сдалась и подала на развод. Личная жизнь актрисы складывалась непросто. Несмотря на то, что красивая женщина привлекала внимание известных мужчин, по-настоящему счастливой в отношениях она так и не была. Третьей попыткой обрести семейное счастье стал брак актрисы с капитаном дальнего плавания. К несчастью, муж был очень ревнив и изводил Клару необоснованными подозрениями. Поэтому Румянова через три года таких мучений развелась с ним. Все оставшиеся годы жизни она провела в полном одиночестве. После распада Советского Союза многие актеры остались не у дел. Они были вынуждены приспосабливаться к новым условиям выживания. Но Клара Румянова осталась верна идеалам коммунизма. Несмотря на обилие предложений по озвучиванию рекламы, она так и не поступилась своими принципами и занималась исключительно искусством. А когда такой возможности не представилось, Клара села за написание цикла пьес, посвященным судьбам великих соотечественниц. Проводя все дни в библиотеках, она создала 11 произведений для сцены под общим названием «Имя мне женщина». Последние несколько лет жизни Румяновой были обречены тяжелой болезнью. В конечном счете, причиной смерти актрисы стала прогрессирующая форма рака. В 2004 году Клара Румянова ушла из жизни. Ее тело было подвергнуто кремации, а прах захоронен на Донском кладбище Москвы. Друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного!